да окажет аллах вам благое отношение уважаемый родитель задающий вопрос говорит как отвечать тем кто говорит что большое неверие не является таковым если это не неверие в убеждении то есть не считает человека неверным за его деяния человек не совершает деяний совершение которого является неверием не думая если человек совершает это значит он убежден в его дозволенности мы не можем напрямую посмотреть что в сердцах но если человек зарезал животное перед идолом то мы должны сказать он не стал неверным и если человек сказал не оставляй нас о посланник аллаха спаси нас он не неверный когда посланнику аллаха да благословит его аллах и приветствую сказали так пожелал аллах и ты он сказал неужели ты считаешь меня равным аллаху скажи пожелал аллах а затем ты так как желание творение следует за желанием творца они сопутствуют ему человек должен знать о единобожии не должно быть такого что человек совершает большое многобожие и говорит я не многобожник или оставлять намаз говоря я не нуждаюсь в этом и я не неверный пророк да благословит его аллах и приветствует в другом хадисе сказал что небеса скрипят так как в них так как нет в них места размером с ладонь на котором бы не было ангела стоящего упавшего ниц или совершающего поясной поклон ангелы поклоняются аллаху и прославляют его велик он и возвышен без устали они не показывают ничего кроме смирения перед аллахом велик он и возвышен они молятся ему страшатся его и надеются на избавление от бед они лучше сынов адама знают о последствиях страха перед аллахом так как знают что аллах велик он и возвышен воздаст за это и накажет тех кто его ослушался да окажет аллах вам благое отношение другой спрашивает о заклинании джибрииля мир ему пророку да благословит его аллах и приветствует как объединить этот хадис и хадис они не просят прочитать им заклинание что касается того что было с пророком да благословит его аллах и приветствует относится к законодательству. Сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствуют, выжидали случая, чтобы увидеть, как что-либо происходит. Также заклинание Джибриля, мир ему, дает нам понять, что оно полезно и что упование на Аллаха, велик он и возвышен, влияет на это. Другой говорит, как нам отвечать тем, кто приводит доказательства своих слов в хадис? Кто сказал слова «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, войдет в рай, даже если никогда не совершал ничего благого». Это про тех, кто сказал «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», а затем умер. Как тот мужчина, который пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, желая воевать с ним? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил ему «мы не прибегаем к помощи многобожников». Тогда тот сказал «я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что ты посланник Аллаха. Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, принял его, но он был убит в той же битве. И тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал эти слова. То есть, если человек в исламе произнес только свидетельство и умер, то он войдет в рай. То есть, если человек намеренно оставляет неверие и внезапно умирает, допустим, от остановки сердца. Но он засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха Единого, у которого нет сотоварища. И засвидетельствовал, что Мухаммад посланник Аллаха, то все его грехи между ним и Аллахом исчезнут. Что касается грехов, касающихся и других рабов, совершенных в неверии, то это другой вопрос. Он не совершил никакого греха. Тем не менее, покаяние узаконено для людей в любом положении. Знает ли он о своих грехах или нет? Аллах любит кающихся. Слово «ат-таввабин» означает «те, кто много раскаиваются». Если человек уже попросил сделать заклинание, а затем подумал и пожелал оказаться в числе 70 тысяч, то пусть посмотрит на остальные деяния. И если он может воплотить в себе остальное, то Аллах более щедр, чем оставлять и лишать человека того, что он просит. Другой говорит, относится ли лечение современными средствами к словам «это те, которые не просят, чтобы им прошли заклинания». Нет, они относятся к словам о прижигании. К нему относятся остальные лекарства, на которые указывал Пророк да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал, в черном тмине есть излечение от любой болезни, кроме смерти, а в другой версии – кроме старости. Аллах сказал в своей книге, что в ней есть исцеление для людей. Да окажет вам Аллах благое отношение. Другой говорит, некоторые отказываются от заклинаний и прижигания, думая, что они уменьшают их упование на их Господа. Хотя они нуждаются в этих средствах. Правильно ли они поступают? Если они действительно оставили это из упования перед Аллахом, будучи полностью убежденными, что перья уже высохли и что головная или любая другая боль будет в любом случае, то пусть оставляют. Но на самом деле, хоть причины и влияют на следствие, но если мы видим человека, излечившегося от этой болезни, мы не можем сказать, что если бы он не принял такое-то лекарство, то умер бы. Когда он исцелился, то мы узнаем, что Аллах предписал ему исцелиться. Возможно, он исцелился благодаря этому лекарству. И возможно, он исцелился не по этой причине. Да окажет вам Аллах благое отношение, уважаемый родитель. Другой говорит, у человека есть имущество, принадлежащее сиротам уже десяти лет. Он не выплачивал с него закят, думая, что с него закят необязателен, так как думал, что неса в деньгах сто тысяч риалов. Что делать в этой ситуации? Он должен был спросить. У него нет оправдания в таких вещах. Человек не рождается знающим. И человек не всегда зарабатывает деньги знающим. Аллах обязал людей выплачивать другим имущество. И человек обязан выполнить свои обязанности. С имущества сирот также следует выплачивать закят. Но человек не должен оставлять это имущество просто так, не вкладывая их ни во что, что даст ему прибыль. Если у него есть имущество, то он должен пользоваться им. Да окажет Аллах вам благое отношение. Другой говорит, один человек получает 15 тысяч риалов, и он тратит их до следующего месяца. И так продолжается уже долгое время. Но на его счете всегда не менее 5 тысяч риалов. Должен ли он платить закят, и что делать с уже прошедшими годами? Если год начинается, а у него есть только 5 тысяч, затем он тратит свои деньги, и к концу месяца остается столько же, и так продолжается весь год, то он не обязан платить закят, если все так, как он говорит. Так как у него нет имущества, остающегося у него во владении целый год. То, что он получает 10, 15 или сколько угодно тысяч в месяц, и что он тратит их до следующего месяца, означает, что у него нет суммы, стабильно имеющейся у него в течение года. Да окажет вам Аллах благое отношение. Другой говорит, «Уважаемый шейх, недавно я стал на прямой путь и решил посвятить себя получению знаний, но я был застигнут врасплох тем, что есть множество течений, как Ихвану-ль-Муслемин, Джамииты, Суруриты и множество других упомянутых им течений. Какое из них ты мне посоветуешь? Да окажет Аллах тебе благое отношение». Увиденное мной очень сильно отличалось от того, что я ожидал увидеть. Избегай все эти течения. Следуй за тем, кто направлен только на следование тому, что пришло от Аллаха и посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а также сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах. Также посмотри на все эти течения. Возможно, они основаны с целью, чтобы за какое-то время достичь какой-либо власти. Главное, то, что понятие Джамаа заключается в том, что его последователи должны стремиться быть на тех же убеждениях, на которых были пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники, да будет доволен имя Аллах. Когда он сказал, что иудеи раскололись, христиане раскололись, и эта община также расколется на 73 общины, каждая из которых будет в огне, кроме одной. Люди спросили, что это за община? Он сказал, это те, кто придерживался того, чего придерживаюсь я и мои сподвижники. Поэтому, раз ты начал получать знания, читай больше истории сподвижников, да будет доволен имя Аллах, похвали их в священном Коране. Он сказал, они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна и для них самих. И так далее. Да окажет Аллах вам благое отношение. Другой пишет, пожалуйста, расскажите нам о шейхе Абдуллахе ибн Акиле. Да помилует его Аллах, тем более, что вы застали его, когда он был судьей. Я прошу Аллаха Великого на возвышен, чтобы он простил ему и всем нашим умершим. Нет сомнений, что я связался с ним рано. Да помилует его Аллах. Когда я окончил факультет шариата, то в начале 80-го года я стал секретарем шейха Мухаммада ибн Ибрахима. Шейх Абдуллах ибн Акиль был тогда самым старшим из них. По возрасту. Как по возрасту, так и по знаниям. Нет сомнений, что мало таких, как шейх Мухаммад. Более того, я скажу, что я никогда не встречался ни с кем подобным шейху Мухаммаду ибн Ибрахиму. Итак, шейх Абдуллах, да помилует его Аллах, обладает множеством достоинств. Из муфтията я ушел в Рамадане 83-го года и перешел в суд, когда в 91-м году был основан постоянный высший судебный комитет. Я перешел туда. Там к нам пришел и шейх Абдуллах ибн Акиль. Мы были вместе с ним в высшем судебном совете. До этого он был в постоянном комитете. Но затем вышел закон, благодаря которому комитет стал высшей инстанцией в судебной системе. Там не было никого более достойного и профессионального, чем он. Да помилует его Аллах. Он долгое время был судей в области Джазан. А затем А затем в Ирияде. Он, да помилует его Аллах, вне всяких сомнений был фақыхом. Помимо этого он хорошо разбирался в литературе. Затем он начал посещать Мекку. Каждый месяц, пока был здоров. Каждый месяц он ездил в Мекку и возвращался. Аллах, Велик Он и Возвышен, дал ему долгую жизнь. Насколько я знаю, и хвала Аллаху, он прожил жизнь в безопасности ото всякого зла. Я прошу Аллаха, Велик Он и Возвышен, чтобы он хорошо отнесся к нему, поднял его положение, исправил положение всех нас и простил нас всех. Поистине он, отвечающий на мольбы. Другой говорит, о шейх, да окажет Аллах вам благое отношение. Что должен делать получающий знания в такое время, как сегодня, особенно во время множества смут внутри и извне? Моё наставление. Пусть получают знания и стараются больше узнавать и понимать Священный Коран и Сунну. Пусть стараются больше читать биографии из подвижников, да будет доволен имя Аллах и учёных, а также то, что они делали. Пусть старается походить по мере возможности на тех предшественников, чья биография ему нравится. Следы знаний, которые несёт получающий знания, должны быть видны на нём, в его поведении, обращении к другим и общении с ними. Пусть больше приветствует других. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, вы не войдёте в рай, пока не уверуете, вы не уверуете, пока не полюбите друг друга. Не указать ли мне вам на то, что если вы будете это совершать, то полюбите друг друга, распространяйте приветствие между собой. Поэтому человек должен стараться больше приветствовать других. Я подожду. Если они уважают меня, то сами поприветствуют. Если ты не можешь поприветствовать первым, то начни первым. Так же, если он увидит, что с его знаниями не считаются, то пусть не гневается на людей. Пусть прощает их и хорошо к ним относится по мере возможности. Ещё один совет всем, и особенно получающим знания. Пусть выделит себе время, в которое он обращается к своему Господу. Велик он и возвышен. Пусть молится столько, сколько может, и не проявляет скопости по отношению к самому себе. Когда человек сидит с друзьями, то проходит час, но он не думает, что прошло пять минут. Поэтому пусть поставит себе задачу каждую ночь читать что-то из Корана во время тхаджуда. Пусть даже мало. Наиболее любимым Аллаху деянием является постоянное. Поэтому человек должен стараться проявлять постоянство в совершаемых им деяниях. Пусть больше читает добровольных намазов в доме. Пусть читает в мечети то, что он должен. Но остальное пусть читает дома. Пророк да благословит его Аллахи, приветствуй. Сказал, лучшая молитва, молитва дома, за исключением обязательных намазов. Этот хадис также намекает, что увеличенная награда за молитву в Мекке и Медине касается только обязательных намазов. Пророк да благословит его Аллахи, приветствуй. Лучшая молитва, молитва дома. В Мекке достоинство касается всего города, но в Медине только в самой мечети. Один намаз равняется тысяче, а в остальных – обычная награда. Пусть также старается постоянно читать два ракаата молитвы Духа. Больше всего он читал его в год открытия Мекки, восемь ракаатов. Умгани пинт Абу Талиб. Дядя пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пусть читает два, четыре или восемь. Лучшее время для намаза Духа – время, когда земля сильно нагревается. Как приводится в сахихе Муслима, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, намаз, обращающихся к Аллаху, читается, когда верблюжата обжигаются об песок. Кожа верблюжат – все молодая и мягкая. И когда они наступают на такой песок, то обжигаются. Это время для намаза тех, кто возвращается и обращается к Аллаху Великому на Возвышен. Да, окажет Аллах вам благое отношение. Тут есть вопросы братьев из интернета. Один из Марокко говорит. Уважаемый шейх, можно ли покрывать зубы золотом или серебром? Принимается ли в таком случае омовение, если это сделано для нужды или для красоты? Что касается омовения, то в этом нет проблем, если пожелает Аллах. Если человек хочет покрыть зубы золотом, чтобы укрепить их и тому подобное, так как золото не ржавеет, то в этом также нет проблем. Если же он хочет сделать это для красоты, то это входит в запрет носить золотые украшения. Человеку нельзя кушать или покрывать зубы золотом для красоты. Если же человек, пытаясь заранее предупредить болезнь и тому подобное, хочет укрепить зубы золотом, то в этом нет проблемы. Да, окажет Аллах вам благое отношение. Вопрос из Алжира. Я юноша, и не могу терпеть, чтобы не жениться. Могу ли я жениться, зная, что у меня нет ни работы, ни жилья? Если ты найдешь девушку, которая примет тебя как мужа, без жилья и работы, то в этом нет проблемы, если пожелает Аллах. Главное, не обманывай и не приписывай себе качества, которыми ты не обладаешь. Говори ей только правду. Другой говорит, о шейх, да простит тебя Аллах. Мой брат убил человека, но был прощен. Мой вопрос, какие деяния ему нужно совершать усерднее, чтобы Аллах, возможно, принял его покаяние? Я вижу, что он боится, что Аллах не примет его покаяние. Аллах, Велик Он и Возвышен, говорит в своей книге. Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью. Скажи своему брату, пусть прочитает этот аят и посмотрит на его смысл. Пусть больше совершает праведные деяния и оставляет запретные деяния. Пусть старается выглядеть так, что он держится за сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И пусть начинает с лица. Пусть не бреет бороду. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, опускайте свои бороды. Пусть укорачивает или сбревает усы. Как это приводится в хадисе пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Бороду же пусть оставляет. Это первое из проявлений следования сунни. Во-вторых, пусть не опускает свою одежду и так далее. В общем, я имею в виду, пусть больше повинуется Аллаху, уповает на него и проявляет правдивость и искренность. А Аллах Велик и Он возвышен, прощающий, милующий. Наверное, мы закончим на этом благословенном собрании между азаном и икаматом, молитвами от вас за эту общину. Просим Аллаха, могущественен он и велик, чтобы он избавил ее от бед. Я прошу Аллаха посредством его имен и атрибутов, чтобы он исправил наше положение. Положение тех, кто присутствует здесь, и положение тех, кто над нами. Чтобы простил нашим покойным, простил нас, отнесся к нам с прощением, благом и щедростью. Чтобы не оставлял нас собственным деянием. Мы просим, чтобы он избавил скорбящих от скорби, исцелил больных душой и телом среди мусульман. Избавил должников от долгов. Избавил от оков. Каждого, кто пленен, несправедливо. Чтобы скорее дал облегчение жителям Сирии. Чтобы скорее наказал и отомстил их тирану. Чтобы он сделал так, чтобы после этого они вернули Сирии облик ислама. Также я прошу Аллаха Великой Навозвышен посредством его имен и атрибутов, чтобы он завершил проблемы жителей Ливии. Чтобы он очистил страну от следов Аль-Каддафи. Чтобы скорее, а не позднее, завершил проблемы жителей Йемена. Чтобы он направил жителей Йемена присягнуть лучшему из них, самому достойному, самому милосердному к рабам и самому правдивому с Аллахом из них. Чтобы это произошло по милости и щедрости Аллаха скорее, а не позднее. И да благословит Аллах и приветствует нашего господина и пророка Мухаммада и его род. Я прошу Аллаха Великой Навозвышен, чтобы он хранил нас в нашей стране, в королевстве, которое Аллах хранил от этих смут на протяжении этих месяцев. Я прошу Аллаха Великой Навозвышен, чтобы он довел до конца свою милость к нам, чтобы уберег и отдалил нас от смут, и чтобы он дал нам благословение в наших делах, в наших жизнях и том, что он нам дал. Чтобы дал нам благословение в наших правителях, наполнил их сердца страхом перед ним, сделал праведность и богобоязненность боязненность любимыми для них, чтобы он принес пользу странам и рабам посредством них, чтобы дал посредством них победу правильным убеждениям, чтобы хранил посредством них нравы, чтобы хранил посредством них границы шариата, чтобы опрокинул посредством них ересь и заблуждение. Поистине, он отвечает на мольбы. И да благословит Аллах и приветствует нашего господина и пророка Мухаммада и его род.